Мы с вами будем читать и Слово Божье. Это послание евреям. Здесь из 11 главы, 1 стих, 2, несколько ниже. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». И несколько ниже, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Ищущим Его воздает. Друзья, вот читая это Писание и слушая то, что сегодня уже было сказано про Пета, знаете, вот Господь говорит с нами, говорит и направляет наши мысли к себе, к небу. Я вот слушал пение о страннике, который с посохом идет. И разные мысли появляются. Бог направляет наши размышления к себе и к небесам. Странник, кто Он? Ты и я на этой земле, и нужно пройти земной путь. И вот детки, которые только еще, может быть, родились, а может быть, в каком-то возрасте, и еще путь предстоит идти, и путь непростой, непростой. И как счастлива та душа, которая вот в этом земном пути осознала себя грешником, покаялась и принадлежит Богу. Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух, рожденная от плоти есть плоть. Рождается человек в этот мир, возрастает, детки, вот, казалось бы, так все мило, так прекрасно, так хорошо, замечательно, и многие художники даже пытаются деток изображать ангела в виде таких маленьких детей. И как-то это интересно может и выглядеть. Но смотрите, что происходит. Рожденная от плоти есть плоть. И сколько бы ни было тебе лет, до тех пор, пока месяц ты не рожден свыше, не осознал, кто ты есть перед Богом, не покаялся, невозможно увидеть Царство Божье. Об этом Христос говорит. И Господь возрождает от Слова Своего, от Духа Святого. Он заботится о том, чтобы ты и я сегодня были здесь, слушали Слово Господне, и в ком не произошла эта святая перемена, рождение свыше. Бог желает, чтобы это произошло. И Он дает понять, кто ты есть на самом деле. Кто прошел этот путь, это счастливый человек, но этот путь, он начинался где-то с печали, когда томление души было невыносимым, когда невозможно было, вот, кажется, не на чем стать. Да, грешник, но покаявшийся грешник – это человек спасенный, рожденный свыше. Вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И сегодня, конечно, разные понятия есть, с этим мы сталкиваемся в земном пути, встречая разных людей, и мы видим, что часто вера, она подменена суеверием, различными взглядами и версиями, которые вообще становятся в противность Слову Божьему и тем установлениям, которые утвердил Господь на этой земле. И мы, читая Слово Божье, можем видеть, что израильский, например, народ, ведь он тоже, казалось бы, вот избранный народ, но как легко, как быстро мог впадать в разного рода уклонения и совершать страшное, то, что Бог не повелевал. И вот, какая была вера. А назначение-то было самое восхитительное, замечательное. Бог желает быть среди тебя, Израиль, народ избранный, и не только, чтобы вот тут, в тебе, а и дальше распространить пределы свои знания о Боге. Истинное. Почему? Потому что родился этот народ, появился, а что же в мире? А мир наполнен идолами и языческим поклонением, поклонением, страшными вещами. Это единственный народ, который признавал Едино Божие. У всех было множество богов, они были разными, и им поклонялись. А что сегодня? А сегодня много этого также. И разного поклонения, и разного вот такого лжеименного знания, заблуждений всевозможных, и порою даже под личиной у христианства. Я вспоминаю одни обстоятельства, когда на работе с одним человеком мы общались, и, ну, так, свидетельствовал, как Господь давал возможность по Иисусе Христе, и мы с ним, он пригласил к себе домой, тоже общались, и жена его была, и вот, о Господи, сколько была возможность, было засвидетельствовано. Но вот что происходит. На предприятии, где мы работали вместе, значит, приезжает женщина, которая, ну, выдавала себя за христианку, но у нее были свои предложения. Предложения по исцелению, по тому, чтобы поправить здоровье, и, знаете, это настолько интересно и хитро замаскировано, что тут и личина христианства была, и какие-то иконы, тут и тебе вот здоровье, некая такая современная медицина, и все это настолько рядом, настолько смешано. И вот этот интерес вот такой возник у этой женщины, с которой мы общались, вот в этой семье. И что происходит? Ну, все болеем, да, надо поправить здоровье. Вот она приняла для себя решение, отправилась к этой женщине, и, как она потом рассказывала, что у нее произошли изменения. Изменения в лучшую сторону. Да-да, в лучшую сторону. Со здоровьем стало лучше. Те болячки, которые были, как-то вот они ушли на второй план и перестали ее тревожить. И вот вроде бы все хорошо. Но, когда мы встречались с ее мужем, я говорю, знаете, вы выбрали для себя опасный путь. И вот то, что вам было предложено, и то, что вы приняли, это крайнее страшное заблуждение, которое в конечном счете ведет в погибель. Какая погибель? О чем ты говоришь? У нее была вот та и та болезнь, она уже прошла. Что ты такое говоришь? Но, знаете, времени не так много прошло. Потом начались другие перемены, и перемены такого характера. Через некоторое время я узнаю, что она находится в больнице, в достаточно тяжелом состоянии, потому что произошло серьезное расстройство физическое и некие подвижки такого, знаете, психического характера. Вот такие действия. Вот такая опасность. Друзья, сегодня это тоже есть. И мы с этим встречаемся. Мы, когда общение проходило на Войковской, мне вспоминается, когда шли на собрание, ну вот кто посещал, помните, дом, который рядом стоял, а там такая огромная растяжка была на окне, и там номер телефона написан, и вот, хочешь узнать будущее? Приходи, приходи, завлекают, зовут. Много таких зовут. А как хочется узнать будущее, друзья? Как хочется человеку, живя на земле, да есть еще в тесных обстоятельствах, понять, а что же меня-то дальше ждет? Как понять, как определить, как увидеть? А тут предложение такое, да и недорого, недорого, да, приходи. Но после этих посещений человек впадает в серьезнейшее вот такое состояние, когда происходит деградация духовно окончательно, когда вернуть вот себя в какое-то положение крайне сложно, и немало людей после таких посещений приходили к повреждению рассудка, к помютнению рассудка, а иные даже и заканчивали жизнь самоубийством. Но вот что делает Господь? Смотрите, Бог издревле повелевает народу своему ни в коем случае не приходить к таким. Вера Божья, вот что должно быть в народе Господнем. И когда мы читаем Библию, скажем, вот пророк Исаия, смотрите, что он говорит, 8 глава, 19 стих. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывающим умерших и к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? И спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Не должен ли народ обращаться куда? К своему Богу. Но мы же знаем с вами, живем-то в стране христианской, но сколько христиан, сколько христиан в этой стране знает Бог. Но радует то, что сегодня этот источник открыт, и Бог ищет веру. Он искал эту веру в древних людях, в Израиле, в народе, в своем народе. Он ищет ее сейчас, и он ее будет искать, когда придет второй раз. И он задает такой вопрос. Пришед, найду ли веру на земле? Веру, веру Божью? Мы с вами прочитали, прочитали о том, что тот, кто приходит к Богу, без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот где нужно искать, вот где источник, вот где жизнь. Но людям очень хочется быстро получить ответ, понять свою будущность, и мы видим с вами, чтобы Израиле это процветало. Как это страшно, но это было. цари, цари, монасия, помните? Саул. И что? Какая будущность этих людей? Весьма печальная будущность. Потому что искали откровения не у Господа, не у Господа, и не в послушании Богу. Все, что угодно. Друзья, на сегодняшний день происходит, впрочем, как и многие уже века, подмена, подмена истины ложью. И враг в этом отношении очень серьезно трудится. Под личиной христианства выдается нечто вот такое оккультное. И мы видим с вами, что даже, ну, казалось бы, вот исторические церкви, а настолько срослись с язычеством, синкретизм называется, смешение язычества и христианства. И это сегодня повсеместно. И люди ищут свободы, обращаются, а свободу-то не получают. Почему? А потому что от истины, казалось бы, вот пришел, да, ищет Бога, а в конечном счете куда? В язычество снова. Но вот такое изощренное, под христианской личиной. Я помню случай один в собрании, когда ходил, в дом молитвы, а дорога, она проходила, ну, по пути был храм православный, храм православный. И, ну, вот, иду в собрание, ну, и так наблюдаю, народу немало, собирается народ, и так, особенно, когда праздники, множество людей. Вот. А работал с одним человеком, ну, и так общались с ним, тоже, по возможности, свидетельствовал ему. А он был такой, любитель выпить. И вот другой раз на работе, где-то так пересекаемся, и от него такой запах, и где-то ночь, видимо, проводил, и все, это алкоголь. Вот такая жизнь. Ну, и, собственно говоря, мысль-то проста. Милый человек, тебе надо покаяться. А если не покаешься, то ты так и погибнешь. Ну, да, надо. Вот. Человек по-разному реагирует. Ну, в данном случае, вроде бы и согласие какое-то есть. Ну, и в собрание, приходи в собрание, как-то пришел в собрание, и побыл. Побыл и ушел, а жизнь дальше своя. И вот в один из дней я иду из дома молитвы, и прохожу снова мимо этого храма, и вдруг встречаю его, он выходит оттуда. Слушайте, радостный такой, сияющее лицо, достает, показывает мне, смотри, крестик у меня. И вот, говорю, что вообще произошло? Я сегодня исповедовался. Надо же так, исповедовался, как хорошо. Исповедовался. Ну, слава Богу, конечно, исповедание важно, нужно. Ну, и где-то так в душе думаю, Господи, ну, ну, а что дальше-то? Как оно будет? Как оно будет? И вы знаете, немного времени прошло, и месяца не прошло. Встречаю его, а он пьяный, еле держится на ногах. Вот заблуждение, друзья. Вот вам синкретизм, вот смешение христианства и язычества. И там поклониться, и сюда поклониться, и вроде бы везде, а в конечном счете нигде, нигде, только преисподнее. Вот Господь-то и пришел избавить именно таких. И он говорит, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные ради таких и пришел, и ищет. Но сколько на этом пути тех, которые желают вести в заблуждение. И смотрите, история, я для себя выписал как-то, вот и в Библии у меня хранится, из истории христианства, знаете, такие заметки, когда чего появилось, вот эти языческие обряды. Смотрите, что получается. Вот 320 год, это введение восковых свечей, то есть в собраниях, восковые свечи. 324 год, крещение младенцев. 375 год, признание поклонения святым. 400 год, молитва за умерших, панихида совершалась, специальное такое служение. Дальше, 431 год, введение поклонения Деве Марии. Ну и так далее, и так далее, вот все это идет только по нарастающей, по нарастающей список, довольно длинный. Я выписал 22 пункта, у меня получилось. Это вот те от уклонения, которые все дальше и дальше уводили людей от Господа. И вот эти атрибуты, и эти предметы, и вот это все важно, и это необходимо. Слушайте, ну где же во всем этом Господь и Слово Божье? Где? На втором плане. Даже внятного языка нет. Это вот сейчас, ну так, исторические церкви ратуют за то, чтобы ввести, скажем, понятный русский язык, вот для того, чтобы прихожане могли что-то услышать и Слово Божье, и так далее. Какое-то такое немножечко прозрение появляется. Но ведь, смотрите, при всем том, не ушли от того, что вот этих наслоений, вот этого всего, что является языческим и губительным. Друзья, есть Слово Божье. Как хорошо, что оно есть. И сегодня человек, который берет Библию, знаете, как вот и поговорка, я уж не помню, кто-то из писателей упоминал об этом, что крышку Евангелия целовали, а читать-то его не читали. Это опасно, друзья. Читать надо, вникать, исследовать Писание. Христос именно к этому призывал. Почему? А потому, что через это жизнь, потому, что это уводит человека из той трясины и гибели, Слово Божье открывается. И Христос заботился о том, чтобы сказать истину окружающим его. И люди слышали, и каялись, и исповедовали грехи свои. Но так же, как Слово Божье распространяется, так же распространяется, и заблуждение. Вот смотрите, деяния апостолов. Сколько было тех, которые явно было выражено такие всякого рода заблуждения. Помните, что апостол Павел идет до молитвы, и вот появляется служанка, которая так восхваляет и восклицает, что это люди, которые живого Бога знают, и так далее, и так далее. А ведь дух заблуждения. А потом, смотрите, деяния апостолов, Симон Волх, тоже дела какие, и Бог обличает, и так далее. Это все происходило в ранней церкви, и это сегодня есть. Сегодня есть. И сегодня очень привлекательно те могут быть объявления и возможности, которые открывают, скажем, будущее, узнать, и так далее, и так далее. Получить исцеление. Я помню, один брат свидетельствовал, как-то упоминал, в Днепропетровске дело было. появились объявления по городу, расклеены такие приглашения, и вот старушка, пожилая бабушка, вот ее звали бабушка Сима, она развешана объявления, что приглашают на сеансы, исцеление, и прочее, прочее, и предсказания, и так далее, и так далее. Слушайте, на стадион приглашали, на стадион, вот интерес у людей. И билеты раскуплены, и все это, все это. Но на объявлениях, что интересно, было написано, вот вся эта как реклама, а внизу написано, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И вот брат рассказывает, что, как оно потом случилось, что люди стали приходить в день назначенный, когда вот эти сеансы, когда это вот такое мероприятие должно было проводиться, и стечение народа, и все, и начали собираться, занимать места, и немало народу собралось, а выходит ведущий, и говорит, вы знаете, мы должны огорчить вас, вам нужно зайти в кассу, забрать деньги за те билеты, которые вы заплатили, и на украинском языке говорит, баба Сима померла, вот тебе и придите, труждающиеся и обремененные, и кого ты исцеляешь, что ты хочешь помочь, когда ты смертный человек, и ты не имеешь ни власти, ни силы, но ты ведешь людей в заблуждение, это страшно и опасно, но ладно бы это все в мире, где-то, что-то там, где-то вот, но слушайте, не сталкивались вы с тем, когда брат или сестра говорит, давай послушаем, что скажет Господь, и открывает страницу Библии, для того, чтобы, и вот это, и это говорит, слушайте, когда на этом смотрим, если вы с этим сталкивались, а может быть, сами практиковали, я не знаю, отчасти некое гадание, на священном писании только, мне кажется, это неправильно, ведь мы неспроста говорим о том, что писание надо исследовать, вот есть начало, бытие, и до конца, исследуй, последовательно, и неужели Бог тебе не будет говорить, будет, если ты хочешь слышать, будет обязательно, или скажем, когда верующие люди, христиане, где-то какое-то подозрение, и опасность видят в том, что кто-то, кто-то прошел с пустым ведром, некое такое предостережение, слушайте, кому мы верим тогда, или Богу, или пустому ведру, и так далее, и все это может быть среди христиан, друзья, это опасно, это заблуждение, этого не должно быть, обращайтесь к Слову Божью, пророк говорит, Исаия напоминает, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивают ли мертвых о живых, обращайтесь к закону, к откровению, к закону, к откровению, Бог говорит, у Него есть Слово, и оно есть сегодня, оно будет для тебя и завтра, только надо иметь внимательное ухо, могут разные споры возникать, я как-то вот столкнулся, некоторые христиане, ну, говорят и утверждают о том, что, ну, есть Новый Завет, вот надо исследовать, это же Евангелие, Старый Завет, он и есть старый, не надо его читать, что там, может быть, иногда заглянуть, как, вроде как, для какого-то истолкования, чего-либо, ну, а так, в целом, Новый Завет, это самое главное, ну, есть те, которые говорят наоборот, говорят, что, вот, Ветхий Завет, это главное, это от евреев, и Христос, и от евреев, и там закон, и все это, вот, там важно, там главное, там нужно вникать в это, друзья, сегодня можно сказать однозначно, нужно исследовать и то, и другое, и то, и другое важно, Священное Писание едино, богодухновенно, и это слово живо и действенно, и оно производит работу, в тебе и во мне, когда мы ближе и ближе к Господу, когда мы ищем Его, когда мы стремимся понять Его, вникнуть в истину, вот тогда Господь открывается, и тогда Бог удержит, от разного рода заблуждения, и, вот, скажем, тот же Иоанн, в первом своем послании, мы прочитаем с вами, записано о том, чтобы распознавать духов, и вроде бы слово простое и понятное, возлюбленный, не всякому духу верьте, это 4 глава 1 послания Иоанна, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире, Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь уже есть в мире, и теперь уже есть в мире, распознавание, Духа исповедующего Христа, пришедшего во плоти, что это? И говорит, и поступает, так, как поступал Христос, вот тут и понятно, и ясность есть, а когда говорит одно, поступает по-другому, как-то настораживает, присмотреться нужно, или, например, вроде бы жизнь, и видишь внешнее, такая интересная, привлекательная, сегодня есть, ну практически, чуть ли не в белых одеждах, и чуть ли не в позе лотоса, некая духовность такая какая-то есть, некоторые проявляют, есть это, но, а при всем том, говорит что? А говорит что-то свое, и все это вдалеке от Христа, и все это опасно, это все заблуждение, поэтому, сегодняшний день, Господь даровал нам для нашей радости, чтобы мы снова и снова могли с вами восторжествовать и возликовать, почему? Потому что знаем Христа, потому что Бог такую милость явил тебе и мне, потому что ты и я, человек Божий, в этом великое счастье, поэтому давайте дорожить, ценить то, что даровано нам Господом, и Ему служить, и на этом земном пути, и вот как пение было, что с посохом по этой земле, среди различных обстоятельств и трудностей, но в надежде на Господа, и сегодня помятуя о том, кто ты и я, мне очень понравилось, давно где-то прочитал, уже даже не помню где, но мне очень понравилось выражение такое, ну кто ты есть, христианин, кто, кто, да я всего лишь знак, знак на этом пути, указующий на Иисуса Христа, вот она цель, вот она миссия, вот оно дело, и это все для нас, друзья, пусть Господь всех благословит нас, Аминь. Предвечный Бог, Творец, Создатель, подножье Твоей земля, Ты на кресте открыла объятья, для распитающих Тебя, Твою любовь, Твои страдания, мести не может разум мой, земля качнулась под ногами, и солнце сверклось пред Тобой, земля качнулась под ногами, и солнце сверклось пред Тобой, с душою невощной, бессильной, я у креста Господь стою, молю Тебя, источник силы, возгрей во мне любовь твою. Мою Тебя, источник силы, возгрей во мне любовь твою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok